Уже более 20 лет Лига студентов осуществляет свою деятельность, помогая студентам и аспирантам решать социально-экономические задачи. Основными целями таких заседаний является объединение представителей органов студенческого самоуправления, чтобы сделать процесс принятия решений более продуктивным. Обсуждаемые вопросы могут быть самыми разными. Тем, необходимых для обсуждения, множество. Вопросы, которые наболели у студентов, те вопросы, которые необходимо объявить, те вопросы, за которые необходимо проголосовать, например, за принятие людей новых в члены Лиги студентов, объявление, например, о новых конкурсах на данный момент, это конкурс научных работ имени Лобачевского, и о тех мероприятиях, которые произошли уже на прошлой неделе, в прошлом месяце. Мы приводим статистику, кто как отработал, смотрим, чтобы исправить это на будущее. Подобные заседания проходят два раза в неделю, а значит, каждый волнующий студентов вопрос обязательно будет рассмотрен в кратчайшие сроки. На повестке дня перед президиумом стоят такие задачи, как старт заявочной кампании открытого конкурса научных работ имени Лобачевского, а также утверждение кандидатов на пост руководителя ММОО Лига студентов в городе Зеленодольск. Эти и не только события стали главным предметом дискуссии. Я представляю Казанский федеральный университет. У нас это действует немножко по-другому, как, допустим, с другими вузами, как НИТУ. У нас избирается из Координационного совета КФУ, выбирается член, который входит в состав президиума Лиги студентов. Так что мы сегодня заслушиваем выступления вице-президентов об отчете их деятельности и принимаем, задаем вопросы. В общем, в таком формате проходит сегодняшнее заседание. Таким образом, принять участие в заседании может любой студент, который будет выбран по итогам общего голосования. Этот метод помогает студентам принимать активное участие в решении социально значимых вопросов. Те, кто не смог принять участие в заседании, смогут узнать обо всех принятых решениях в социальных сетях. Роберт Хасанов, Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.